В Бишкек привезли редких животных. Гиганты Африки. Так называется цирковая программа, с которой выступят в столичном цирке московские артисты. К примеру, трехтонный малыш Бонифаци, который, несмотря на его размеры, очень резво передвигается по манежу. Также вниманию бишкесской публики будут представлены тигры, лев и впервые в столице самый высокий дрессированный жираф Багир. В нашем цирке, цирке больших зверей, собраны самые яркие, самые невиданные, необычные и, конечно, самые большие звери мира. То есть это африканский носорог представлен, трехтонный носорог Бони, любимец детворы, он объехал весь мир. Жираф-шоу, конечно же, это впервые в Киргизии, в Киргизстане. Огромный, 7-метровый жираф Багир, дрессированный, красавец, танцующий жираф. Единственный на постсоветском пространстве. Вот представлен в этой программе. Конечно, львы, тигры, необычные белые тигры Северной Африки, бенгальские тигры, обезьяны-гамадрилы, редчайшие на манежах. То есть вся программа построена на необычных, невиданных, огромных, но дрессированных животных, вызывающих повышенный интерес у зрителей. Первое выступление московских артистов и их дрессированных питомцев пройдет уже в субботу. Гастроли цирка больших зверей будут завершены 4 сентября. А пока идут самые последние, завершающие репетиции. Особо внимание привлекает носорог Бони, обожающий яблоки, а также тигры и лев. Дрессировщица Инна Забелкина отмечает, что хищникам очень по нраву бешкевское солнце. Приехали они к нам из Африки, к российскому климату привыкли. Сейчас очень привыкают и к кыргызскому климату. Мы купаемся, очень любят, любят тигры, любят гулять на солнышке. Для них, конечно, если продлиться такое лето, будет очень хорошо. Они получат очень много солнечного ультрафиолета. Это очень полезно для их организма. В зиму они пойдут уже заряженные солнцем. Инна Забелкина отмечает, что у каждого ее питомца свой нрав, свой характер. Однако хищники, как артисты, отлично сработались. Ну, очень хороший у него такой податливый характер. Нам повезло с ним. А вот Петрик, белый тигр, он из Африки прилетел. Немножко то, что все-таки цветовой окрас вот этот вот, он дает о себе знать. Очень такое животное капризное. Поскольку он у нас был первым, он самый старший, ему 5 лет. Он любимчик. Мы уж его так и ласкаем, и холим, и лелеем. Такой вот он. И он капризничает, поэтому больше всех. По-моему, он сам вот такой, да, больше всех рычал. Да, да. А рычит он? Позволяет тебе. Рычит со злости или? Нет, вот что-то ему не нравится, он начинает, не хочет делать или еще что-то упирается. А это самая послушная, да? Это хороший, да, Байкал. Байкальчик у нас молодец. Кроме тигров, львов и носорогов, на манеже столичного цирка выступит жираф Багир. Редкий жираф Ротшильда является самым высоким дрессированным животным в мире. Таких просто нет. Багир родился в сафари-парке в Германии, а затем доставлен в Россию. Сегодня его рост достигает 6 метров. Польский дрессировщик Михал Борза называет своего питомца не иначе, как аристократом. Очень интеллигентное животное, просто у них есть свой характер. Это аристократы, поэтому им как бы команды выдавать, это нереально. С ними надо дружить. Это как на дружеских отношениях вся дрессура. Их нельзя обидеть, нельзя ударить, нельзя крикнуть на них. Поэтому мы как понимаем друг друга, можно сказать, без слов. Но сами заметьте, что это нет более элегантного животного в мире, чем жираф. Это настоящий африканский аристократ, от которого можно манер учиться. Потому что на него смотреть – это просто произведение искусства. Я думаю, что восьмое чудо света – это как раз жираф. Михал Борза обещает, что африканский аристократ будет не просто важно выхаживать своими длинными ногами по манежу и выполнять своеобразные акробатические номера, но и целовать всех желающих, а также их причесывать. Замир Браев, Оскар Тимирканов, Телевидение Пирамида.